Кельтские музыкальные мотивы, девушки и парни в нарядах по последнему писку средневековой моды, мечи, алебарды и 140 закаленных бойцов, гремящих латами и щитами. Казалось, что на территории Ворошиловской батареи острова Русский открылась дыра во времени, и смешались эпохи, народности и государства. Однако, перед началом необычного мероприятия, несколько слов участникам и зрителям адресовали представители современной городской политической элиты. Фестиваль, который мы сегодня будем наблюдать, это веха определенной истории, которая будет заложена фундаментом для туризма в будущем. Мы уверены, что все, что мы делаем, это делается на благо города Владивостока, на благо его жителей. Фестиваль «Владивостокская крепость» прошел в Приморской столице уже в пятый раз. С каждым годом ширится не только масштаб мероприятия, но и его география. В этом году здесь участвуют представители самых разных регионов России. Самыми видными являются исторические клубы из Магадана, Хабаровска и, конечно, Владивостока. О том, что нового в крепости, на этот раз лучше всего рассказал организатор фестиваля. Во-первых, у нас впервые на мероприятии появились хедлайнеры мероприятия, бойцы общемирового российского уровня, топовые бойцы. У нас сейчас проходит соревнование первой лиги, а существует еще соревнование высшей лиги. И вот на данном соревновании присутствует такой боец. И второе, что необычное, это будут у нас женские номинации, женщины будут драться, и нью-йоркские номинации, будут дети драться до 18 лет. То есть это так же в доспехах. Музыкальные номера, средневековые лавочки с сувенирами и простой едой, мастер-классы и прекрасные дамы создавали неповторимую атмосферу фестиваля. Но самым ожидаемым событием Владивостокской крепости стали рыцарские бои 5 на 5, в полный контакт. Правило здесь одно – повалить противника на землю. Вес снаряжения может достигать 50 килограммов, а потому неудачный прием может запросто привести к падению и, следовательно, техническому поражению. Как судить такие бои, а главное, кто здесь вообще кто, наша съемочная группа решила узнать у судей на ресталище. Наблюдать за процессом, происходящим на ресталище, пресекать серьезные нарушения, отслеживать действия бойцов. Машалу, в принципе, отличать бойцов не надо. Ему нужно смотреть за тем, как кто ведет себя. Нарушает ли он правила, потеря ли у него снаряжение. То есть максимально быстро принять решение и вывести, допустим, бойца из боя. Целый день мужчины, а после женщины и юниоры бились на мечах, алебардах и других видах средневекового оружия. По итогам основных боев Магаданский исторический клуб занял первое место, а Владивостокский гарнизон – почетное второе. Однако, кроме бойцов, на фестиваль «Владивостокская крепость» со всех концов страны приехали и простые любители средневековой эпохи, увлеченные историей и реконструкцией тех славных времен. Сегодня мы приехали как солдаты 16 века Великой Германской империи, соответственно, ланскнехты. И это абсолютно не мешает нам также вместе со всеми ребятами, которые представляют другие эпохи, вместе отдыхать, радоваться этому общему празднику, соответственно. И поддержать бойцов нашего клуба. Организаторы пообещали, что в будущем фестиваль «Владивостокская крепость» станет лишь лучше. В его ряды вольются новые эпохи, клубы и номинации. Ведь поклонников тех куртуазных времен, когда рыцарь в доспехах дрался за славу и сердце дамы, в 21 веке хоть отбавляй, причем не только в России, но и по всему миру. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.